Всем привет дорогие друзья! Ну что ж, это очередная серия прохождения за грузинское царство. Это вызов, потому что каждая серия этого прохождения это в какой-то мере серьезный вызов мне и всем моим инстинктам выживания в Медевеле. И вот сейчас я попытаюсь не только выжить, но еще и процветать. Вот вопрос только как процветать, когда тут такая византия крупная и сильная. 202 воина, скутаты, сколько вас, как вас победить? Чем вас бить? Я увы не знаю. Ну, у меня тоже есть конечно ребята, правда 16 против 21. Интересно, что будет когда они собрать все силы в Кутаисе, потом решать, а потом контратаковать и попытаться осадить Трапезунт. Приступаем завтра на рассвете. Вперед! Просто вот, просто дошли. 80 православия. Где моя кавалерия? 4-1-1. Правителя выводить отсюда нельзя. Ист чё один священник тут. Ну давай, на обучение поступай. Так, с этими не договоримся. Купить я их не могу. Верность. Значит, пойдем дальше. Половцам карту продавать. Пусть поддерживают нас материально на фоне войны с Византией. Давайте, нам любая кавалерия тут пригодится. Допустим. Переобучение. Ну вот этих вот переобучить, и вот этих вот переобучить. Нанять мы никого не сможем. Само собой, только строить и верить в то, что будет мир во всем мире. Убить еретика. Убить торгаша. Убить этих. Давайте попробуем его убить. Не поняли, кто убил. Да, 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 да. Нечего тут распространять свои богохулии. Сейчас еще одного такого. Можно. Подубить. Зорко-бодро следим за ситуацией. Ну, выступить мы не можем, увы. Пока никуда. Единственное, что мы можем, это претерпеть осаду. Сейчас. Но, 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 у нас этих парнишек двое. Переговорщиков, значит. Пока интерес отсутствует. Хорошо. Ну, конечно, я ничего хорошего не вижу. 2,4. Тоже долго ждать. Ладно, ждем. Верим и надеемся, что Византия отступит. Хотя. Одного посла нужно отправлять туда. Вдруг придется заключать с ними срочное перемирие. Либо, либо наши сельджуки, ударив по византийской армии, или городам, заставят их немножко приостановить агрессию против нас. Мой золотой зураб уже было добрался до городов богатых, до стран, которые готовы были платить по 10 тысяч. Тысячу двести тридцать семь воинов. Ну, естественно, я принимаю сражения. Ой, там еще подкрепление. Враг закрепит этот самый успех в любом случае. Единственное, что мы можем предпринять от этого врага, люто возненавидев расстрелять. Ничего не боитесь? Убивайте застрельщиков. Их вы действительно убьете много. И погода еще такая. Фу. Плохая очень. Теперь убивайте копейщиков. Убивайте, убивайте. Молодцы. Пока убиваете, это хорошо. Так, сотов тоже давайте. Пока до вас не добрались. Молодцы. Почти все, все, все эти сам. 5% из тысячи. Это 50 воинов врага. 60 воинов. Их самих 67. Да нам не страшно. Нам лишь бы не было чем стрелять. Тихо, 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 тихо. Давайте еще тут чуть-чуть. Наши воины обессиленны. 8, 8%. 8%, пожалуйста. Есть. Хорошо. 80 врагов. Уже лучше. Давайте 90. Вы же можете. Есть. Конечно, за счет каких-то хмуриков, жмыриков. Мы потерпели сокрушительное поражение. Опять 8%. Воинов потеряно 42. Воинов потеряно 101. Ух ты. Да, вот там же больше, чем 1000. Ну, это сокрушительное поражение. На самом деле, 101 воин у врага отняло. Там ему, конечно, может что-то и вернут. Но форт. Мы теперь можем их... Нет, отступают. Что-то еще хотят. Объединились. Все наши фортирии хотят захватить. Но мы заново туда сядем. Будете бегать у нас тут. От форта к форту. О, а мы можем рвануть на захват Трапезунда. Правда, оставить все свои города без. Но что нам сделает эта армия в тылу? Ереван попробует захватить. У нас же там защита. Хм, интересно получается. Такие возможности. К Кутаиси им не пробраться. К столице они могут кинуться. Но если мы в Ереване соберем войска, оставив без защиты Тибрис, то мы сможем контрить и там, и там. Все эти самые. А так будем по чуть-чуть, по чуть-чуть и ослаблять армию Бизантии. Говорится, почему бы и нет. Конечно, лучниками мы убили много, а уже застрельщиками мы так много не убьем. Только бы харизм шахи не вторглись на наши земли и не объявили нам войну. Король Франции мертв. Декретум, изданный между 1140 и 142 монахом Грациана. Представляет собрание различных юридических источников и канонов, и поэтому он назван также в согласии противоречивых канонов и стал первоначальным сводом канонического права. Да идите вы за такие деньги, что-то предлагать не надо. Мне этого. Так, два отряда наняты, один отряд потерян. Воздвигнуть еще один обращик классической архитектуры, склад ресурсов. Так, наследник, наследник. Чего там у нас? Два, два, семь, семь. Двадцать шесть, шестьдесят один, пятьдесят девять. Старые у них. Старые они у нас. Бизантия, когда до тебя дойдет, что тебе пора отступить, ты ищу себе одного врага. Да, умножает врага, умножает боль. Так, эти куда достанут? Они куда, ни фиг не достанут. Да, тут у нас сила просто лютая. Купится. Молодец, молодец. Богохульник казнен. Ничего. Хули бога в другом месте. Не тут. 81 православие. Как мало. Ну что? Нечего нам следить. Приказывайте. До приказаний. А? Кто прикажет? Ваше величество. Ваше величество. Ваше величество. Кто прикажет? Есть вопрос в том, способна ли эта армия или не способна. Осадить трапезунт. Осадить-то они его могут, а вот победить. Выиграть эту осаду. Почту за честь. И потом следующим рывком. А? А? Марс! Объединяемся! Что приказаний? Что прикажет? Ваше величество. Что прикажет? Господь даровал нам победу. Ваше величество. Раз, два, три, четыре. Четыре места у нас есть. Все выглядит просто. Заходим в город. Сможем поддерживать общественный порядок? Сможем. Полный стэк. Все Jonas. Да. Так. до еревана им два хода я успею нанять армии о не уж то ли подкупить не могу попробовать этих подкупить или таки денег стребовать с вот этих вот ребят вы нас просто обогатили не представляете стали нереальными богачами для зудчик заключить союз взаимовыгодное предложение мы дадим вам 100 золотых таким образом вы помиритесь с сельджуками да а мне это выгодно интересно или не выгодно за 100 золотых сельджуки конечно надавят на византию которая у меня в тылу но пока вы воюете с сельджуками есть такой вариант что вы не будете нападать на меня отклонить наверное предложение пусть пусть лучше мы к сельджукам пойдем посмотрим как у них дела от сельджуков куда-то отправимся подальше блин ну надеюсь что все будет в порядке убил вот дурак нет не убил крыса помешала не надо понижать характеристики только не ему так 40 православие православие тут скатывается это не самое плохое православие которое есть самое плохое православие нет в принципе это самое плохое православие как я там говорил мне нужно переводить армию ближе к еревану чтобы поспеть в случае чего армии ближе к Еревану фармия ближе к Еревану фармия ближе к Еревану фармия на армия фармия Хитрый ход, хитрый ход, хитрый, хитрый, хитрый ход. Нападайте, возвращайтесь, убивайте. Будет ли действовать мой хитрый код или не будет? Вот в чем вопрос. Мы это сейчас узнаем, потому что я опять передаю ход. И это уже 42-й ход. Фактически осталось еще 70 лет до нашествия монголов. Не, если в ходу 2, в году 2 хода, то не 70 больше. У меня есть еще время укрепить свою империю. Субтитры сделал DimaTorzok. 1464. Теперь их больше. Больше кавалерии. Раз, два, три, четыре. Пять отрядов кавалерии. Да, такую кавалерийскую армию мне будет тяжело разбить. Но опять же сражаемся, потому что 100 убитых в прошлый раз. И я надеюсь, что в этот раз тоже сколько-то пехоты убьем. На сколько-то пехоты нам хватит сил. Битву. Тоже всех поставить где-то здесь. Да начать битву. Да, 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 да. Пока можете, выкидывайте все, что у вас есть. Стены, угостите их сталью. Проклятие. Тарану ворон. Ой, замечательно. Ой, замечательно. Что-то куда-то отступают. Мы смогли выкидать все свои боезапасы. Нет, еще не смогли. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. Так, сколько? 7% тоже хорошо. Это еще больше. 8%. 10%. Но это и крепости, большое спасибо. Сегодня мы испили горькую чашу поражения. 148 воинов. Эта чаша достойная. Ай. 148 воинов. Из 1400 это замечательное число. Теперь их будет 1300. И пополняться им негде, потому что проход к Трапезунду закрыт. Хотят, могут следовать отсюда, шуровать прямо к Торкам. Либо сидеть в этой крепости, пока яйца не отморозят. Пустыня. Нет, куда-то пошли. Куда. Трапезун теперь будет вечной попоболей у меня в тылу. Трапезун. 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 Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Обучение в монастыре. Бандиты готовят ос... Это одно из самых пренеприятнейших событий, которое вынуждает нас... Да вы крутые! Вы хотите осаждать трапезун, но не можете, потому что не знаете, на какой город собираются нападать бандиты. Чёртовы бандиты, блин, ну это просто жесть. И какой город вы прикажете мне защищать? Какой город я смогу защитить? Оооо, беда, беда, беда. Если это будет Кутаиси, это будет хорошо. Но если это будет какой-то другой город, это будет плохо. Так, сохраниться могу, это хорошо. Блин. Надо распределять теперь по равное число. Один отряд лучников, кавалерия. Что у нас здесь? Застрельщики. У нас здесь нет тяжёлой пехоты, которая бы сдерживала натиск бандита. Разве что вот этот отряд. Тоже непонятно. Ладно, друзья, так как ситуация вынуждает, я не знаю, на какой город нападут, но мне просто катастрофически важно этот город защитить. Это может быть идти флис. Соответственно, мы это дело баранить будем. Ну чё? Сведения о карте. 2000. Хорошо. Право прохода. Не хотят. Не хотят. Не подкупить этих. Разве что вон тех можно попробовать подкупить. Так, ну мы идём с Византией, получается, разговаривать. С кем же ещё? Так, а вы что? Хотите нас чем-то порадовать? Право прохода. Отдать Тибриз. Не, у этих ребят всё теперь. Дайте, говорят, нам Тибриз. Тибриз они нам не дают. Хорошо, идём дальше. Хорошо. Хорошо. Половецкий убийца, что он тут делает? Я надеюсь, не я твоя цель. Хорошо, всё остальное в следующей серии. Будем надеяться, что мне повезёт с этими повстанцами-засранцами. Удачи вам и хорошего настроения. Хорошо, спасибо.